Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на сегодняшнем марафоне. Сегодня с вами Павел и Мария Стыгний. Сегодняшняя наша тема Трудно быть стервой? Или краткий курс выживания? Да. Эту тему вы выбрали не случайно, потому что, в принципе, с этой проблемой мы сталкиваемся в нашей практике. И вопрос, насколько эффективна стерва, насколько действительно она достигает своих целей, все ли женщины хотят достигать этих целей, и много-много-много разных еще вопросов. Нас беспокоили, да, уже в процессе... Именно с теми вопросами, которые обращались к нам женщины. Эта тема нас заинтересовала. И не так давно оно, это слово, слово стерва, имело лишь ругательный характер. И представление о стерве это было что-то неуравновешенное, эгоистичное, злопамятное, такая взбалмошная, подозрительная, высокомерная особа. Да, и, в общем-то, образ стервы практически у всех окружающих вызывал именно негативные эмоции. И стерва действительно, ну, еще в прошлом веке, еще в середине прошлого века, 20-го века, понималась, как такая женщина, которая высасывает силы из мужчины, деньги, и есть множество не очень приятных, я извиняюсь, перед теми женщинам, которым нравится этот термин, но все-таки, все-таки не вычеркнешь, не выбросишь слова из песни, например, грымза, язва, злюка, мегера и так далее. То есть это слово до недавнего времени имело преимущественно негативное значение. А феномен настоящего времени в том, что образ стервы, он как-то стал овеиваться орелом романтики и стал преподноситься современным женщинам как идеал. Удивительно, ну, идеал для подражания, восхищения. И, может быть, причина в том, что в кинематографе очень много таких сюжетов с задорными такими женщинами, которые разные приключения в их жизни происходят, разные связи. И этот образ, он удерживает внимание зрителя. Есть реальные причины, что она вот именно не может оставить равнодушным никого. Кто-то может там восхищенно и завистливо смотреть, кто-то раздраженно или иронично, но, тем не менее, взгляд приковывает именно это особо. Надо признать, на сегодняшний день слово «стерва» и само представление о стерве – это бренд. Это продается. Это вызывает определенные эмоции и очень часто позитивные эмоции. И я хочу сразу же подчеркнуть, что бренд – это немножечко ловушка. Потому что продать нужно всем. Но вот у нас возникло впечатление, что те рецепты, которые предлагают для стерв в более жестком или в более мягком варианте, не для всех женщин. И вообще, я буду сегодня это утверждать и попробую доказать, что стервами рождаются. А те женщины, которые становятся стервами, чувствуют себя в этом образе не очень уютно. Отсюда и название нашего сегодняшнего вебинара. Трудно быть стервой. И есть в этом образе, в этом образе действий, в результате и в успехе, который достигается, свое внутреннее противоречие. Своя ложка дегтя в этой, казалось бы, бочке меда. И самое главное, что мы хотим сегодня сказать, что вообще-то есть другие пути, с помощью которых можно достигать тех целей, которые хотят достигать женщины. То есть тех целей, которые толкают их на путь стервы. Вот им кажется, что это можно достичь именно таким образом. Но не всегда, и я подчеркиваю, не для всех. Я хочу сказать, что в принципе романтизация понятия стервы, она произошла только в европейской цивилизации. Но попробуйте себе представить, что стерву так бы ставили на пьедестал где-нибудь в исламском мире. Ну я думаю, вы согласитесь со мной, это нонсенс. В Индии или в Китае женщина, которая проявляет себя подобным образом, просто не была бы женщиной. Ну по крайней мере в традиционной Индии, в традиционном Китае, там где нет влияния европейской культуры. И у этого феномена, ну наши, европейские, и я бы подчеркнул еще, рыночные корни. То есть по смыслу все продается, все покупается. Мир потребителей, он и такой же своеобразный бренд себе придумал. Я бы сказал, что в бренде стервы есть еще и такой очень важный компонент. Дело в том, что современный европейский мир, это мир материальной выгоды. И в образе стервы, один из таких ключевых моментов, это то, что она успешна именно в материальной выгоде. Она успешна именно в достижении материальных, прагматических целей. И надо сказать, да, как говорят в Одессе, так и да. В этом она успешна. То есть в нашей цивилизации современной европейской есть вот такая фишка, да, есть такой уклон в это. И поэтому, в принципе, я думаю, образ стервы стал столь значимым. И поэтому он стал столь продаваемым. Да, и сейчас под этим направлением стервология появилось множество книг. Это и учебники, и настольные книги, и Библии. То есть такое разнообразие. И все эти книги уверяют, что именно этих целей женщина, тех целей, которые хочет женщина, она добьётся, следуя рецептам, следуя советам. Но заглядывая в эти книги, было интересно увидеть, что там очень разный такой микс. Какая же она? Стерва. С одной стороны, она использует мужчин в своих корыстных целях. С другой стороны, она вообще не нуждается ни в ком, тем более в мужчинах. С одной стороны, она обязательно ухоженная и обаятельная. С другой стороны, она плевала, как выглядит, и вообще всё равно. Какая есть, такая и есть. И она и зарабатывает успешная такая бизнес. С другой стороны, она стремится высосать из мужчины деньги и материальные блага. То она истеричная особа, то она, наоборот, хладнокровная и готова вытирать ноги о всех и вся. И хочет замуж. С другой стороны, явно эта тема ей безразлична, просто ей интересно сам факт добиться. То есть, это нам представлено такое разнообразное. Я думаю, это очень может вносить сумбур в головы женщин, у которых есть свои конкретные цели, женственности, замужества, семьи. Я признаюсь, мои мужские мозги съехали от чтения вот этих книг. Кстати, я хотел разместить все обложки. Они не помещаются просто на одном слайде. Я это брю, их где-то раз в 10 больше. И логики ни мужской, ни женской там, похоже, не присутствуют. У меня возникло впечатление, поделюсь, можете я ошибаюсь, что каждая женщина, примеряя на себя образ стервы, в зависимости от того, какая она сама от природы, что-то в нем меняла, что-то принимала, что-то считала неприемлемым, что-то подчеркивала, что-то сглаживала. И вот авторы вот этих пособий, в принципе, дают каждый из этих авторов свой вариант стервы. Более мягкий или более жесткий. А я вернусь к той мысли, что из опыта своей работы, из еще одной очень интересной отрасли психологии, которую я сейчас овладеваю, она становится ключом для решения и понимания множественных вопросов. Это системно-векторная психология, возможно, кто-то слышал. Просьба поставить плюсик, мне интересно, вот кто слышал и кто может будет понимать мою специфическую терминологию. Так вот, из всего вот этого я пришел к выводу, что есть, ну, как бы два вида стерв. Стервы от рождения, ну, то есть, как бы прирожденные стервы по призванию, да. И вот именно для них эти книжки лучше всего подходят, но юмор в чем? Они этих книг, скорее всего, не читают. У них это уже есть чуть ли не с детства, да. И такие стервы, они в образе стервы и в жизни стервы, они органичные, у них это все классно получается. И они, как бы, действительно, вот максимально эффективны в том, о чем... Легко играючи переживают жизнь. Да, легко играючи переживают жизнь. И таких женщин, в принципе, немного, вот в женской популяции, таких женщин, я так думаю, где-то, ну, 5-7%. Системно-векторная... Да, где-то так, да, где-то так. Так, СМ-8, как вот это говорит. И все остальные пытаются только их копировать. То есть, второй тип стерв, это остервеневшие. То есть, это женщины другого типа, да, которые попадают... А наш мир, к сожалению, ну, для женщин, ну, пока что не очень... Ну, я не знаю, не относятся к ним так, как они того заслуживают. Вот так вот я скажу, я думаю, женщинам это понравится. И они в очень сложной ситуации. Много вещей, которые произошло за последнее столетие, мне вот сильно всегда вызывает своеобразную улыбку. Какой историк, да, вот 8 марта. Женщины все празднуют, да, но это праздник выхода женщину на работу, да. То есть, когда она работает днем на предприятии, да, заводили где-то сама, а вечером приходит и занимается домашними делами. То есть, пашет вдвойне, да. И вот именно второй тип стерв, это женщины, которые, посмотрев, как эффективны вот те врожденные стервы, подумав, что вот может быть что-то перенять, вот что-то как бы... Вот они пытаются им подражать. Более-менее успешно. Что-то у них получается, что-то нет. Но хочу подчеркнуть, что скорее всего все-таки рецепт стерв им не подходит. И мы сегодня вам будем предлагать, будем говорить, ну, насколько позволит нам сегодняшнее время, другой рецепт. И этот рецепт более подробно изложен в нашем материале, это видеокурс «Энергия семейного благосостояния». Да, в котором мы подробно рассказывали о психологии, об отличиях мужчин и женщин, о том, как добиваться своих целей, как понимать себя, как эти женские энергии воспитывать, да, и узнавать мужчину и то, как функционирует ваша семья. Это очень важно для того, чтобы в дальнейшем смогли быть счастливыми, любимыми и поменять что-то уже сейчас в отношениях, которые у вас есть, если это неудобно. Я хочу подчеркнуть, что ограниченность стервологии в том, что вообще-то у стервы как бы цели очень простые. Их, по сути, две. В ее психике два модуля таких очень важных. Это первый модуль, это вот, она восхищается и хочет, чтобы ей восхищались, но преимущественно, чтобы ей восхищались. Вот она получает энергию, она вообще получает подобие такого оргазма от того, что ею восхищаются. И вот это, или вот, например, она идет в бутик, выбирает красивые вещи, надевает и получает удовольствие. Она делает это настолько красиво, да, это так органично. Вот это вот. Если вы, смотря в зеркало, не падаете в обморок со словами «Боже, какая красота!», то, скорее всего, вы не врожденная стерва. Второй момент – это желание материального благополучия. Это еще одна черта, еще один вектор в системной векторной психологии. И она такой добытчик. То есть она все время сориентирована на практическую пользу. И мужчины ей тоже нужны, в принципе, для вот этого. Как средство. Да, как средство достижения. Интересно, что мужчины, которые зарабатывают деньги, они близки ей по психотипу, и они хорошо с ней соотносятся. Поэтому именно им, подчеркнула, именно им, этим мужчинам и нравятся такие женщины. И они, в принципе, получают определенное удовольствие от того, что она над ними издевается. У них есть такая черта, у них, в принципе, есть вот садомаза где-то в характере. Поэтому вот о эффективности стервологии для вас вы можете подумать прямо сейчас. То есть если у вас есть те качества, которые мы сейчас назвали, то в принципе, хотя думаю, что сейчас у наших экранов, рядом с нами, в нашем общении мало. Обычно стервы на такое не ходят. Я бы все-таки хотела сказать о причинах, по которым женщинам важно измениться, но измениться вот так жестко, как пишут в этих учебниках. Когда женщина готова сжать все внутри, сказать, нет, я сильная, я не заплачу. И это хорошие качества, когда женщина может занимать активную позицию. Но очень важно идти по пути именно понимания себя. И, конечно, это боли и неудачи прошлых отношений и способ защиты от душевных мук. То есть когда мы видим такую яркую обложку, на самом деле там скрываются вот такие сильные переживания, которые нужно забыть. И для нее очень важно, что теперь, наверное, теперь лучше я буду бросать. Пусть теперь я буду окружена мужчинами. Теперь я буду решать, как мне быть, как мне действовать. Хорошая активная позиция, но в ней, понимаете, есть такой надрыв и надлом, с которым нужно сначала разобраться, понять причины, сделать выводы, работа над ошибками. Для чего? Для того, чтобы привлечь настоящего своего мужчину, очень важно, чтобы у женщины было такое базовое хорошее состояние. А вот тот надрыв и надлом, он будет просто отталкивать мужчин, именно ее мужчину будет отталкивать. Будет привлекать каких-то вот таких, которые готовы идти на обложку, на вывеску, на яркие, на крашеные губы, высокие каблуки. Но жить-то потом не с этим, жить с душой человека. И вот именно душу почувствовать, необходимо для этого открываться. А как открываться, если там столько боли? И еще я хочу сказать, что не только личные причины, есть причины и общественные. В мире мужчин, которые создали мужчины, в котором, в принципе, все действует по правилам мужчин, для того, чтобы стать самостоятельной, для того, чтобы взять в судьбу свои руки, для того, чтобы управлять своей судьбой, женщина вынуждена по неволе становиться мужчиной. Она вынуждена по неволе играть в эти правила. И, в принципе, она может это сделать, и у них достаточно успешно, у женщин это получается. Но есть интересная такая особенность. Наверное, наверное, вот, исходя, я говорил на прошлом вебинаре о символе ян-инь, да, где вот гармонично сочетание мужского и женского, ян-активного, инь-пассивного, когда женщины становятся более активны, вот такой баланс во Вселенной приводит к тому, что мужчины становятся более пассивны. И чем больше женщины становятся мужчинами, ну, чем больше у них появляется мужских черт, да, и мужских успехов, тем больше мужчин по вот этому закону постепенно превращаются в женщин. И, к сожалению, сейчас, я думаю, многие, согласно, закивают головами, многие сейчас женщины вот так вот, как у нас на слайде, на картинке, за что боролись, на то и напоролись, вот они мужики, слабенькие, на руках, я вечная мама ему, не только у меня детки, да, вот мало-мало-меньше, но и мужчина мой, как ребенок, и за ним нужно еще заботиться, и действительно у женщины от этого крыша едет, она действительно измучена, и ей приходится выполнять множество дел и на работе, и дома, и совмещать это как-то еще быть красивой, и еще и дома мужу как-то ублажать. Я не завидую женщинам, это действительно очень и очень тяжело. И поэтому женщины, это я говорю мужчинам, совершенно справедливо злятся на нас за это. И я хочу сейчас сказать о том, что, как мы понимаем образ стервы, то есть наш анализ того, что в ней самое главное, и немножко по этому поводу. Итак, первый признак, который мы выделили, признак стервы, это ум или хитрость. Притом я хочу сказать, что ум это не уврожденная стерва, это как раз вот той вынужденной стервы, которая решила добиваться своего, то, что ей нужно, защищать свои интересы, восстановить там равновесие и так далее. А вот хитрость, это больше уврожденная стерва, та, которая в принципе, ну, такой глубиной интеллекта не обладает, но зато прагматикой и пониманием, насколько вот можно использовать каждую ситуацию на свою пользу, это у нее не отнимешь. Без интеллекта, без ума это не стерва. Есть такой термин, бабья дурь, да, или лжестерва, вот тогда это вот получается, если этого компонента нет. Но самый главный признак, самый центральный, в принципе, почему и вспоминаются образы из кинематографа, это сексуальность. Это главное оружие. Именно этим способом стерва действует на мужчину. И я скажу, что этот способ почти стопроцентно работает, по крайней мере в каких-то ограниченных пределах. Дело в том, ну, я об этом говорил тоже на прошлом вебинаре, что у нас как бы работает либо верх, либо низ. Когда у мужчины возникает эрекция, мозги у него отключаются. И можно делать с ним что угодно, да, то есть он уже практически как теленок может двигаться и за женщиной, и она может вести его куда угодно. И вот, в принципе, особенность еще врожденных стерва тем, что они такие прирожденные экзибиционисты. То есть им нравится обнажаться, нравится шокировать своим красивым телом, да, своей такой откровенностью. И действительно, ну, у мужчин это срабатывает. На какое-то время. Потому что, в принципе, ну, часть мужчин, я бы даже сказал, пугается этого, да, то есть она может, ну, может, вообще, жестко и неприязненно реагировать на это. Ну, а часть мужчин, в принципе, включается и идет за женщиной. И еще одна важная черта, без которой стерва не стерва, без которой, и которая, вот, в принципе, как больше всего в разных пособиях и рассматривается по-разному, да, это эгоизм. Вот мягких форм, когда говорят, да, женщина должна защитить свои интересы, женщина должна восстановить баланс, женщина привыкла больше давать, меньше брать. Нет, нужно и тоже брать, и меньше давать, да, нужно восстановить равновесие, нужно восстановить справедливость. До таких вот жестких форм, когда женщина просто, ну, ни во что не ставит мужчину, она его презирает. Притом интересно, что тоже в образе стервы так вот двоится. И в одних она презирает только мужчин, а часто презирает и мужчин, и других женщин, не стерв. Она их тоже так вот, такими овечками считает, да, а мужчин баранами. Ну, вот, в принципе, вот такое. У стерв не врожденных, а вынужденных, а стервеневших, еще есть элемент мести. То есть это могут быть какие-то, как Маша говорила, первые отношения, где женщина была сильно обижена, сильно травмирована, и она, в принципе, хочет выместить эту злость, эту боль на другом мужчине. И вот эти три главных компонента и являются ведущими. Но я бы, например, вот я не буду все обсуждать, вот и сексуальность я, и за ум, это самое, но за эгоизм немножко скажу. Принцип, который, вот, врожденные стервы проповедуют, мне с собой самой интересно, и я сама с собой могу радоваться, я думаю, подойдет не для всех женщин. А только в такой позиции ты можешь быть, ну, действительно, полноценной или стопроцентной стервой. Многие женщины изнутри глубинно будут чувствовать желание все-таки общения с другим человеком, общения там с подругами, общения, в конце концов, с мужчиной, ну, с детьми. То есть вот эта вот такая абсолютная самодостаточность, она для большинства женщин, ну, по крайней мере, по моему мнению, она ущербна и невозможна только лишь для врожденных стерв. Да, хочется сказать, что все-таки успешность стерв, она очень ограничена. Они легче всего достигают материальное благополучие, но с остальным у них большая проблема, это душевная пустота, одиночество, и душу нельзя заполнить манипуляцией, игрой. Желание иметь рядом сильного мужчину есть, но настоящий сильный мужчина никогда не будет терпеть такую женщину рядом. Вот в этом и заключается ловушка. И женщины, которые вынуждены натягивать на себя этот образ по тем или иным причинам, социальным или внутренним, все-таки они глубоко несчастны, будут себя чувствовать неорганично в этом образе. И на вопрос, как же быть эффективной женщиной, не быть стервой, хочется ответить, что очень важно понять прежде всего свою собственную природу. Чего хочет ваша душа? Какие мужчины нравятся? Как вы стремитесь? В какие отношения вы стремитесь? И не всегда то, что модно и правильно социально, будет хорошо для вас. И вот на вебинаре 17 июня Павел раскатывал о сексуальности, о том, что сексуальность как магнит удачи, она может притянуть именно того мужчину, который вам нужен. И может быть стоит еще переслушать этот вебинар. И у женщин есть своя сила. Не обязательно использовать оружие мужчины. Это природное умение понимать эмоции и разбираться в мужской и женской психологии. Если этого навыка нет, очень хорошо, что вы приходите на такие марафоны, на вебинары, на встречи, потому что именно женщина отвечает за психологию семьи, за эмоциональное состояние семьи. И эти способности у женщин, они развиваются гораздо быстрее, чем у мужчины. А мы предлагаем свой вариант для дальнейшего совершенствования себя, как успешной женщины. Да, я хочу сейчас сказать немножечко, не хотел перебивать Машу, я хотел сказать, что то, что я говорил 17 июня, в каком-то смысле мне стервы помогли найти тот рецепт необычный, я думаю, что уникальный рецепт, касающийся того, что когда женщина, она погружена в проблему, когда она как бы зациклена на проблеме, она превращается в магнит беды, магнит неудачи. Ну, я не буду сейчас повторять это все, кого это заинтересовало, пожалуйста, вы можете получить, как говорила Татьяна. Но вот в чем еще, вот действительно положительная черта стервы, хотя в принципе она как бы стихийно возникает. По своей неглубине, по отсутствию такого какого-то уровня души, она не глубокая в душе, она действительно не заморачивается. Вот если другие женщины, они виснут на проблемах, то стерва, врожденная стерва, она не заморачивается, и действительно это дает результат. И мне подсказал те мысли, которые я там высказывал, и тот рецепт, который сейчас помогает многим женщинам, которых мы консультируем, именно размышления, ну в чем же эффективность стерва, в этом она эффективна, и в этом она молодец. А на нашем видеокурсе «Энергия семейного благосостояния», который вы можете получить по ссылочке, да, там вот сбросят вам, мы рассказываем, как достичь именно гармонии в отношениях между супругами, как эту женскую энергию использовать для того, чтобы в семье приходили деньги, успех и душевность, и были счастливы, и те дети, которые приходят, да, и люди, которые общаются с вашей семейной парой, и чтобы ваша семья могла создавать что-то новое, какую-то совместную деятельность, творчество, душевное равновесие, ну, в общем, знания, которые мы даем, очень важны для понимания себя, партнера, и для улучшения вашей семьи. Я хочу сказать, что многие из вас, возможно, уже разочаровались и решили, что это невозможно, что в семье, как бы, так сложно, действительно сложно, там много проблем на уровне сознания, огромное количество проблем на уровне подсознания, что как-то вот это, ну, не удается, не получается, и, может быть, лучше об этом не думать и на это не надеяться, но на самом деле, вот, наш личный опыт и опыт людей, которых мы консультируем, подтверждаю, это очень и очень сложно сделать, но это возможно. Возможно, действительно, превратить в семью супружеские, я подчеркиваю, именно супружеские, мужчина, женщина, отношения, в вечный двигатель, в источник такой энергии, которая вдохновляет обоих и ведет обоих по жизни, позволяет раскрываться каждому, достигать своих каких-то результатов в творчестве, в профессиональной деятельности, отдыхать радостно, жить в кайф такой. И вот есть колесо успеха, я думаю, многие из вас знают о нем, вот все сектора позволяют, работают, включаются, все сектора благосостояния, от хорошего, душевного, комфортного состояния, ты знаешь, у тебя есть любимая женщина, любимый мужчина, до каких-то других задач, здоровья, кстати, в первую очередь, здоровья, как психологическое, так и физическое, от этого зависит. И все это в комплексе. И я даже переименовал, у меня на блоке есть эта информация, и в нашем видеокурсе тоже мы об этом говорим, о том, что вот есть круг любовных отношений, что на самом деле секс, это не только тело в тело, это и душа в душу. И вот все вот эти моменты, когда мы там ремонт вместе делаем, это тоже сексуальные отношения. Если вы пережили ремонт, вы можете прожить долгое счастье. Или вы собираетесь куда-то в поездку, и собираете вещи, ну вы же можете просто разругаться навеки. Или вам нужно пойти к родителям одного из супругов, это тоже может быть крыша носительная. То есть, в принципе, мужчина и женщина, взаимодействуя во всех сферах, они как бы занимаются сексом, но только по-разному. Иногда это приятно, иногда это больно. Да, и хочется сказать, что все-таки пара — это новый организм. И вот это слияние, оно может быть. Например, можно привести даже такой пример из химии, когда сливаются два вещества, и они могут давать химическую реакцию, а могут не давать. И тогда получается, что либо вы взаимодействуете как пара, и происходит выделение тепла, энергии, получение нового вещества, это могут быть общее дело, дети, гармоничное такое вот состояние души в вашей паре. А может и не быть этого. Вот это, по примеру, если вы, допустим, мел в воде перемешали, всё помутнело, но через какое-то время осело, и вода отдельно, мел отдельно. И получается, что просто две фазы существуют рядом, но это не в полном смысле пара. И очень важно понять, это мы, это новое слияние, оно функционирует, и у него есть свой энергетический потенциал, своя работоспособность, темперамент, финансовый успех, если это по-настоящему произошло слияние. И тогда в этой паре у каждого своё предназначение, своя функция. У нас удивительно придумала природа, как вот такие соединяющиеся, вот два устройства, где у мужчин выступ, там у женщин углубление, даже в буквальном значении слова. И действительно, где у мужчин слабая сторона, там у женщин сильная. Вот, например, мужчина во внешнем мире силён, ему тело дано такое крепкое, широкие плечи, широкая кость. Он может от внешнего мира защищаться, там воином быть, да? А у женщины очень сильная душа. То есть мужчина внешне силён, женщина внутренне сильна. Её астральный энергетический потенциал в этом смысле намного больше. Поэтому женщина может просто одним замахом руки сносить мозг мужчине, просто сразу же. И если мужчина воюет во внешнем мире, то женщина может быть воителем и защитником в мире астральном, в мире эмоций. И ей бы знать о том, насколько она в этом сильно осторожнее быть с этим, да? Да, да, потому что женщина, ну вот классически она хозяйка и хранительница очага. Но это не тот очаг, чтобы вот просто... Кастрюльки и всё такое, да? Да, включить газовую плиту. Сейчас всё гораздо уже упростилось в этом смысле, в смысле хозяйства. Но очень важно смотреть в сторону очага эмоций, очага настроения семьи. Потому что именно психологический климат это парафия женщины, а улыбка женщины, она может творить чудеса. И в этом смысле все женщины феи-волшебницы. И напротив, если утро не задалось у женщины, то говорят, что не у женщины выдалось плохое утро, а утро не задалось у всей семьи, потому что мы очень влияем на наших близких. И вот этот вот очаг, очаг эмоций, настроения, состояния душевной семьи, именно и поддерживает женщину. И для этого ей нужны знания психологии, для этого ей нужно понимание себя и умение свои вот прошлые ошибки и боли решить. Решить, отпустить. Я хочу сказать, что, ну по моему глубочайшему убеждению, пусть не обижаются отсутствующие, скорее всего, здесь мужчины, что женщина, ее эмоциональный интеллект на несколько уровней выше мужского. Она действительно может. Но вот как ни странно, работая с нашими клиентами, клиентками, да, я убедился, что очень часто они, имея такой потенциал понимания своих эмоций, эмоций супруга, они супруга не видят. Я спрашиваю, а что любит твой муж? А как ему? Вот по какой-то причине все это богатство, все вот это вот колоссальный потенциал женщин, он почему-то не используется, да. И если бы мы его использовали, то может быть совершенно не нужно было бы становиться стервами, да. То есть это, кстати, и стервой стать, это тоже использование этого потенциала, да. То есть использование психологии мужчины, психологии, как он, какие у него там слабые места, как им не манипулировать, как его повернуть в свою сторону, как вот все, да, там, как вот сделать так, чтобы он превратился в такого подкаблучника и так далее. Но не обязательно, понимаете, именно в эту сторону вот этот потенциал. Можно его направить в другую сторону, и тогда и женщине, и мужчине будет хорошо. И это для них вместе, вдвоем будет хорошо. А в этой ауре, в этой атмосфере любви, в этом пространстве любви классно. Классно будет детям. В первую очередь классно будет детям. Потому что, когда у родителей, и у папы, и у мамы на душе хорошо, благо, да, благо состояния, тогда им хорошо, они играются, тогда им не нужно спасать папу, не нужно спасать маму, не нужно брать на себя, я сейчас говорю о тех бессознательных, подсознательных проблемах, с которыми мы часто имеем дело, брать на себя задачу, чтобы они помирились, чтобы они, не дай бог, от него не отказались, чтобы они, и тогда ребенок может болеть просто, для того, чтобы родители возле его кроватки, ну вот, сошлись и сказали, о, это все было ерунда, мы с тобой порвали, давай помиримся, у нас ребеночек заболел, да? То есть, такое примирение, я думаю, знакомо, по крайней мере, в личном вашем опыте, или в опыте других людей, но разве это путь? И лучше ли быть, действительно, изначально в хороших отношениях, чтобы детки не болели, и вам было хорошо. Да, да, самый главный путь для женщин, это путь понимания, принятия, а потом преображения, то есть, что мы хотим сказать, что натянуть просто образ, это вывеска, которая, ну, буквально в первые месяцы растает, даже если вы выйдете за того желанного мужчину, да, которого планировали, захватите его. Я за это тоже говорю на преднатом времени. Да, мы видели, например, в своих клиентах много раз, что те качества, которые им даже в себе не нравятся, они почему-то важны и должны быть у них пока, пока должны быть, пока они не поняли причину, откуда они появились. То есть, действует такой алгоритм, программа, и человек не может поменяться, женщина не может поменяться, да, она выглядит, например, замкнутой, необщительной, ей сама мысль о том, что она может стать более яркой, занять активную позицию, выйти в красивой одежде, в мир мужчин, да, повзаимодействовать с ними, ей это болезненно. Вот, например, женщина в детстве, да, у нее был отец такой деспот, который считал, что, ну, в общем-то, есть две точки зрения, моя и неправильная. А когда выпивал, то и вовсе было лучше, ну, куда-то спрятаться, не попадаться ему на глаза. Вот детство уже в прошлом, а страхи, боли, чувства неполноценности у женщины может остаться еще и в настоящем. И сколько она не делает над собой усилий, она, во-первых, будет привлекать таких мужчин, которые эти чувства ей помогут поддержать, что я вот такая никчевная, да, и серая мышка. А с другой стороны, ей будет очень сложно меняться, ей будет доставлять вот колоссальный труд, такие изменения себя. Поэтому очень важно идти по пути понимания, принятия себя и глубинного изменения. Это непростой путь, и иногда его лучше проходить на тренингах или взаимодействия с психологами, читая вот такую хорошую психологическую информацию, которая есть сейчас много где, да. Некоторые проблемы крайне сложно решить самостоятельно, я хочу это подчеркнуть, потому что есть проблемы подсознательные. Вот в этот черный ящичек самостоятельно заглянуть даже психологу, высококвалифицированному, я сейчас о себе говорю, например, крайне сложно. И мне, для того, чтобы решить свои проблемы, мне нужно обращаться к человеку, имеющему такую же квалификацию и довериться ему. Это невозможно, вот просто метафора такая, ну даже если я буду обалденным хирургом, мировой известностью, ну то я сам себе аппендицит не вырежу. То есть есть еще вещи, которые вот вы чувствуете, вы все понимаете, как делать, вы понимаете, что не так, вы пытаетесь сделать по-другому, а получается, как всегда. Вот это чаще всего в вас работает какой-то подсознательный механизм разной природы, сейчас мы не будем говорить, но его можно определить и можно изменить эту ситуацию. И тогда будет такая, у вас, ну как у нас бывает, мы спрашиваем через какое-то время, человек приходит еще раз на консультацию, ну прошло там, может быть, полгода, мы знаем, что у него была проблема, мы спрашиваем, ну как у вас эта проблема? Он говорит, какая? Я говорю, ну вот так, а разве она у меня была? Ну вот такое иногда бывает, что действительно у человека полностью выключается память о том, что это у него была проблема. И жизнь его меняется, так поменялась, кстати, наша жизнь, потому что мы попали в эту сферу, в эту область именно так, сначала как клиенты, и мы решали каждые свои проблемы, и жизнь настолько поменялась, что если бы мне сказали, я бы не поверил. поэтому мы хотим сказать, что быть всегда лучше, чем казаться. Быть и меняться изнутри, это очень важно, потому что каждая из вас, женщина, это такой уникальный алмаз, где чуть-чуть огранки, где чуть-чуть смести пыль этих болей, обид, неустроенности душевной, и вы засверкаете просто разными гранями, это будет прекрасно, и быть, что значит? Это значит быть в контакте со своими эмоциями, со своими чувствами, убеждениями, чувствовать сигналы тела, которые оно даёт, потому что принимая себя, мы начинаем принимать в общем-то и человека рядом, мужчину, а раздражаясь на себя, испытывая недовольство, пытаясь свои черты просто засунуть куда-нибудь подальше в дальний угол и вывесить красивую яркую вывеску, наоборот, оно будет пробиваться в раздражение, недовольство на мужчин, потому что вот такая философская мудрость, что внутри, то и снаружи, и в жизни, в жизни это очень работает, и поэтому, дорогие женщины, мы хотим предложить вам путь быть, быть, а не казаться, и планомерно изменять себя, сначала понимая, принимая, а потом уже преображаясь и улучшая свою жизнь и свои женские черты и качества. И это у нас концентрировано в таком емком видеокурсе энергия семейного благосостояния, и я хочу еще сказать, что мы приготовили вам и подарочек сегодня, мы приготовили вам медитацию, которую вы можете скачать совершенно бесплатно, как инструмент, один из инструментов, который мы используем, и предлагаем своим друзьям, своим клиентам. В какой-то момент сделать себе подарок, подарить себе минутку тишины своей душе, побыть в гармонии с собой, из вселенной, обменяться энергией, почувствовать эту женскую природу, способность дарить и способность принимать, вот с помощью такой медитации. Ну, а для тех, кто решил, что ему недостаточно вот только такого оффлайн-общения, чувствует, что у него есть бессознательные, подсознательные какие-то ограничения, какие-то мы предлагаем онлайн-курс из «Золушки в Королеву». Это вот три двухчасовые встречи. Они, хочу сказать, по очень такой недорогой цене, то есть сейчас это стоит других мастеров гораздо дороже, но нам очень хочется, нам очень хочется, чтобы счастливых пар, счастливых людей становилось больше, потому что мы знаем, как это здорово и прекрасно жить, любить и творить вместе. И мы думаем, что от того, что людей станет таких больше, мир станет лучше, люди станут богаче, и мы когда-нибудь все-таки получим свое назад с Торицей. Поэтому мы предлагаем вам двигаться к энергии семейного благосостояния, двигаться с нами и достигать очень хороших, важных и красивых целей. При этом еще раз хочу сказать, что стервой быть трудно и необязательно. На этом мы хотим уже перейти, возможно, у вас есть вопросы, перейти к вопросам, которые вы могли написать. И если кто-то еще сейчас хотел бы задать вопросы, то, пожалуйста, мы ждем ваши вопросы. Если мы не успеем ответить до начала работы следующего спикера, следующего вебинара, мы ответим вам в чате или возможно, у нас есть такая возможность, мы ее использовали и в прошлый раз, мы можем по сложному вопросу сделать 20-минутную бесплатную консультацию по скайпу. На этом мы заканчиваем и будем видеть, рады видеть вас на других наших вебинарах и встречах и благодарим организаторов за замечательную возможность. Да, очень большое спасибо Татьяне, это колоссальное хорошее дело полезное и оно очень классно получается. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо.